Всем привет дорогие друзья, меня зовут Андрей и в этом видео мы сделаем огромную спичку из 70 тысяч спичек. Конечно на это уйдет много времени, но я надеюсь, что результат получится хорошим. Давайте не будем медлить и сразу начнем. Кстати, в конце этого видео будет конкурс на вот этот очень крутой квадрокоптер и офигительные геймерские наушники HyperX Cloud Stinger. Так что смотрите до конца. Но перед началом посоветуем интересный детский канал, который честно говоря даже я иногда посматриваю. На нем есть просто влоги, обзоры необычной еды, например на вот такие вот огромные чупа-чупсы, иногда обзоры интересных дорогих игрушек, был даже обзор на Tesla Model X. В общем, рекомендую, ссылка в описании. Чтобы сделать огромную спичку нам нужно очень много серы, для этого нужно очень много спичек и времени. Чтобы извлечь серу споспичек я использую плоскогубцы, так будет намного быстрее, чем делать это голыми пальцами. Но в итоге я понял, что это будет очень-очень долго и займет у меня месяц и времени. Решил заплатить двум школьникам, которые две недели сидели каждый день после школы. И со всех спичек они настригли вот такую вот банку серы. Точнее здесь пол банки, но нам вполне хватит. Далее я взял старое пищевое сито и через него просил всю серу. Ту, которая не разробилась, приходилось крошить вручную. Так она станет мельче и делать спичку будет намного проще, так как порошок лучше разоряется в воде. Получилась полная тарелка серы. Далее я набрал в кружку немного воды и залил ее в серу. Помешая немного, я обнаружил, что этого будет мало и залил еще. Но потом оказалось, что воды недостаточно, поэтому я добавил еще немного. Это и сыграло со мной злую шутку. Сера оказалась слишком жидкой и мне пришлось выпаривать воду из нее. Так как на огне делать это опасно, пришлось делать на водяной бане. Из-за того, что все выпарилось очень долго, в квартире воняло, как в туалете. После остывания, сера очень сильно прилипла к тарелке и пришлось отколупывать. После этого я надел перчатку на руку и стал лепить спички. Они лепились очень тяжело, но в итоге все-таки получилось. На сушку этих спичек ушло 5 дней. И все это время, когда я подходил к ним, я думал, что кто-то в туалете не смыл. На столик у серы неприятный запах. Готовые спички выглядят вот так. Я решил сделать несколько, чтобы посмотреть, как будет гореть маленькая, побольше и самая большая. Итак, тест я начал с маленькой. Как видите, об коробок ее зажечь не получилось. Потому что кусок серы слишком большой. Пришлось делать это зажигалкой. Далее я поджег спичку побольше. Как видите, она уже горела гораздо сильнее. Сделай я поджег спичку с основаниями с бумаги. Это предпоследие по размеру спички. Видите, она горит не слабо. Ну и самая большая спичка. Вот она. Я очень боялся, что это все мгновенно вспыхнет, но все обошлось. Она очень долго прогорала, и ей можно было поджать что угодно. Также выделялось очень много дыма. Настолько, что за те 30 секунд, которые я держал, моя куртка полностью прокоптилась дымом. В общем, вот такой вот эксперимент получился. Ну и как я и обещал, в конце конкурс. Совместно с каналом Tess and Twins Show я разыграю квадрокоптер и офигительные геймерские наушники HyperX Cloud Stinger. Я решил не делать сложные условия. Вам всего лишь нужно поставить лайк этому видео, написать в комментариях кодовое слово, к примеру, спичка. И подписаться на канал Tess and Twins Show. Ссылка в описании. И чтобы я мог выбрать победителя, нужно заполнить простенькую анкету. Я думаю, что призы стоят этого. Результаты будут сразу, как только на канале Tess and Twins Show наберется 5000 подписчиков. Я оглашу их на этом канале. Так что участвуйте. Ну что ж, я надеюсь, что вам понравилось это видео. Всем пока.